Всем привет! Салем Достар, город Шымкент. Вы на канале Татьяна из Казахстана. Сегодня мы с вами проедемся по улице Чернышевского. Сейчас это Адербекова. Её недавно расширили, отремонтировали и уже открыли. Сейчас мы едем по Туркестанской. Повернём направо. Налево поверну? Там нельзя, да, понятно. И посмотрим. Не помню имя подписчиков. Направо, но смотрите, я направо могу повернуть, но туда движения односторонние. Мы поднимемся. Я думала, что ты через базар поедешь и спустишься. Назад я по Чернышевску не спущусь, она односторонняя. Там только автобусы есть. И всё понятно. Вот ты просто покажи, что он сделает. Я здесь ходила, тоже показывала. Вот оттуда начинается Чернышевского, где верхний рынок, верхний базар. Тоже немножко ходила по ней, снимала. Так вот сейчас она выглядит. Её расширили. Гостиница Достык. Начинается. В общем, её открыли, но немножко закрыли. Ну, разметку делают. Один квартал до Толки Хана мы её объедем. Ну, я там пешком ходила. В принципе, можете посмотреть. Это улица Майлы Кожа, бывшая Крегера. Может быть, тоже кто-то здесь. Бывшая улица Клокова. Сейчас, ой, не Клокова, а вернее, бывшая школа имени Клокова сейчас Акпан-Батыра. И улица Клокова. Бывшая сейчас тоже Акпан-Батыра. Наверное. А здесь можно поворачивать? Да. А здесь можно. Повернём сейчас на Толки Хана и потом снова на Дербекова Чернышевского. Начала говорить, что один из подписчиков, не помню, как его зовут, прям попросил проехаться по этой улице. Здесь раньше ездила маршрутка, шестая. Уже и маршрутки такой нет. Всё так быстро меняется. В вашей памяти всё остаётся зафиксированным. А у нас это всё быстро. Даже вот эта улица Чернышевского буквально несколько лет назад была совершенно другая. Сейчас её вот расширили. Мы поворачиваем. С левой стороны магазин в бывшей Мерике. Сейчас это F-Market. Новое здание понастроили. Это что, гостиница, наверное, красивая. Эта улица раньше была зелёная. Было очень много деревьев. Но из-за того, что улицу расширили, пришлось очень много вырубить. Эта дополнительная улица разгружает город от пробок. С центра города можно быстро добраться до микронайонов. И по этой улице раньше не ездили автобусы. Сейчас ездят. И горка вот здесь вот была классная. На большой скорости было прям классно кататься. Сейчас её тоже нет. Вот как раз таки сейчас чуть-чуть горочка осталась. В Шемкенте опять у нас весна, тепло. Новогоднее настроение отсутствует. Ну, надеемся, что перед Новым Годом пойдёт снежок. Вот был перекрёсток Некрасова. С левой стороны здание церкви Ековых свидетелей. Её ещё ремонтируют, ещё доделывают, бордюры делают эти, тротуар. Ещё остановки поставят. Разметку. Куда вот её открыли? Неделю назад? Это Астраханцево, да? Угу. Астраханцево, Чернышевского или Майлы Кожа. Мадели Кожа. А, Мадели Кожа. Адербека. Например? Майлы Кожа. Кремя. 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 Подъехали перекресток Маншух-Мамедово. Её не переделали? Нет. Здесь на углу с правой стороны магазин Феркан. Сейчас это Магну. Это же был гастроном? Да. Это маленький. Ночная девочка. Та самая. Та самая. Вот даже в воскресенье работают дорожные эти работники. Да. Ты медленно едешь. Ты медленно едешь. Да. Чтобы они не обходились. Во-первых, тут и быстро не получится. Ну, а там вообще-то знак дорожной работы, движение 30 км в час скорость. Ну, это же Чемкент. Ну, это же Чемкент. Детка. это вот в кусором. Пусть вот здесь тоже, вот что здесь было? Мы смесли, смесли. Да, мы смесли. Здесь, по-моему, рыба жареная. Вот это вот тоже, что за магазин был? Напишите. Сейчас это магазин керамики По-моему, какой-то продуктовый Вот здесь на углу Это казахско-турецкий лицей С правой стороны Воинская часть связистов Она так тут и осталась Которая в 18-м микрорайоне А с левой стороны Воинская часть 6506 Внутри гневойска Не знаю, это можно снимать? Выложишь? Узнай Ну да, в принципе я ничего такого не снимаю Я там ничего и не вижу За забором Вот это 6506, а это? Да, да А это все вместе Вот там вот видны 17-м микрорайоне Вот сейчас будет видно Тоже новые здания спортивные построены Там виднеется Высотки 17-го и 18-го микрорайона Здесь раньше просто были пустыри Ничего не было С левой стороны С левой стороны это дома Которые рядом со школой МВД Несколько домов Да, вот все Чернышевского закончилось И немножко хочу поснимать, показать вам Как сейчас выглядит Рынок Евразия Рынок Евразия Которого уже нет Вот посмотрите Уже вырос первый дом Уже сколько этажей Дальше весь базар уже снесли Стоят краны Две компании строят Будет несколько жилых Строят человейники Несколько жилых комплексов Как и в любых городах СНГовии Где бы вы сейчас не находились Дорогие зрители Происходит то же самое С этой стороны бывший Октябрьский галерея Строится и строится и строится Вне зависимости от того Как будут пропускать такую пассажиропоток Эти улицы Которые рассчитаны под меньшее количество населения Еще несколько ЖК Еще несколько домов Еще и в каждом Парковки, парковки, парковки Короче говоря Где бы вы ни находились Если вы находитесь в СНГ То вы меня прекрасно понимаете О чем я Везде одно и то же Вот дома 18 микрорайона А вот сейчас где ресторан Коксарай Раньше здесь была телемастерская Советское время Потом здесь было кафе Как оно называлось? Алтынана Нет, Алтынана Дальше же А вот Карлыгаш или где? Не помню дальше Это дорога Ерембетова 17 микрорайон А вот эти дома выросли на месте Просто обычной горы Гору стесали И вот понастроили Я помню здесь на тренировке Когда едешь Здесь была просто гора глина И вот здесь выбрано было место Здесь заправка была Но правда не такая навороченная А просто контейнер Сверху я лично на работу ходила Там была дорожка Да У нас на Фоке иногда было Ковер там бы иногда был Поэтому мне нужно было на 20-ке ехать Вот это 17 микрорайон Просто гора была глиняная Сейчас вот места живого нет И вот перед каждыми домами Выросли магазинчики Кафешки Каждый сантиметр используют Перекресток Шая Ахметова И проспекта Рыскулова Тоже кто давно уехал Раньше не было этого перекрестка Вообще была сплошная дорога Но так как город разрастается В левую сторону Если мы поедем Там будет Нурсад И административный центр Акимат 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 Господи Почему я Акимат называю? Ну мне нравится Акимат Поначалу начали называть Почему-то Акимат К нам это прилипло Правильно называть Акимат Стараемся Буду бороться с собой И справлюсь С левой стороны микрорайон Север На месте бывшего базарчика Торговый центр Север Проезжаем Ладушки Цветочные магазины Пока они вот уже стали Вот такие выросли Ну и на этом я хотела бы с вами попрощаться С наступающим Новым Годом вас всех Надеюсь, что еще что-нибудь сниму Какое-нибудь видео Спасибо, что смотрели Подписывайтесь Ставьте лайки Всего доброго Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...